снова здравствуйте мои подписчики моего канала продолжаем видео обзор отечественных пылесосов и как и обещал сделать видео обзор сразу нескольких пылесосов урал чтобы показать их не сравнение по годам выпуска вот перед нами три пылесоса урал тут у меня все по годам по возрастающий 74 год выпуска я на него уже делал обзор 82 года выпуска и 91 год выпуска урал 1м и так основные отличия между 74 годом и 82 как я уже говорил юбка под конов прилегающая к уплотнитель пылесборника на более новом пылесосе как мы видим юбка уже плоская это чисто внешне отличие теперь по внутренним на пылесосе 74 года выпуска двигатель стоит avp4 и он прикрут прикручен жестко к нижней части к нижней шайбе так скажем вот двигатель внешне очень похож на двигатель пылесоса аудро которым я снимал видео обзоры который постарше тоже 74 года или 76 сейчас уже точно не вспомню кажется 76 но не суть разница лишь в том что щетка держатели а хотя да там тоже извиняюсь там тоже не находится под углом навстречу вот как бы просто попадались некоторые двигатели на аудрах внешне они точно такие же но щетка держатели у них расположены тоже под углом только не навстречу вращение коллектора а по его вращение то есть наоборот не так как здесь вот теперь переходим в следующей модели пылесос я уже говорил более старшим пылесосе двигатель прикреплен жестко теперь урал 82 года двигатель отсутствует пока он на ремонте но все-таки решил не тянуть время а пока есть возможность снять видео обзор двигатель там точно такой же как на вихре 11 предыдущих обзорах я говорю что я ставил с пылесоса то вот такого же урала снята но разница лишь в том что на этой модели двигатель просто ставится в свое гнездо он ничем не зафиксирован просто сверху прижимается резиновым амортизаторами и все то есть он не прикручивается не на защелках никак не крепится просто на его на свое место ставишь и закручиваю два болта на крышке вот здесь я провел небольшую модернизацию так как здесь фиксатор шланга был такой вот на трех защелках то из-за отсутствия шланга мне пришлось всасывающие отверстие на время эксплуатации этого пылесоса немножко переделать вот на такой плянец то есть металлические вытащил оттуда срезом вот эти заклепки болгаркой аккуратно вытащил этот флянец расточил отверстие и взял флянец под резьбу пылесоса циклон кстати хочу заметить что разница нету что суду новую возьмете отверстие что всасывающего она там крепится на пружинке с шайбой ничего сложного не поставить нет ладно переходим к следующей модели как мы видим на были современные модели 91 года корпус в отличие от более старших пылесосов намного уже похудел пылесос вот данной модели отсутствует смотка шнура просто есть идентичная модель точно такая в по внешней также пластмассовые защелки только эти очень хлипкие но называется урал 9 а извиняюсь урал 3 так вот отличие между урал 1м и урал 3 лишь в том что на урале 3 присутствует порка шнура автоматическая теперь какие еще отличия двигатель стандартный как на новых аудрах в принципе унифицированы были движки почти всех советских пылесосов но здесь отсутствует центрирующая шайба когда он ко мне попал шайбы уже не было пылесос работает довольно громко но пока еще ничего не развалилась принципе практически не пользуюсь для коллекции думаю на долго хватит теперь смотрим пылесборник сепаратор очень маленький фактически не развит вот такой вот мешок фильтр для мелкой очистки и сеточка устанавливается для крупного мусора открывать не будем по мусор все-таки есть вот защелки конечно всегда разваливались сколько я себе помню носили удобных ремонт обязательно убитые но зато более удобные колеса то есть легче передвигается хоть и не рекомендует завод изготовитель за шланг тянешь на ковре с хорошим выстрелом от чего-то таких маленьких колес много удобнее флянцы уже заводы что впускные что выпускные устанавливались уже на резьбе опять же унифицированы с многими современными пылесосами отечественного производства скажем так на тот момент они были современные видовые технологии как там еще это называли вот ну и внешне конечно же поменьше стало металлических деталей ручка стала пластиковая вот насчет ручек нареканий никогда не было всегда хорошо работали не рвались просто как бы на более старых пылесосах ручка идет резиненная в ней пластина металлическая упругая что-то наподобие пружины вот и конечно же хромированные такие накладки по краям ручки здесь накладки снимается обычные пластмассовые то есть их отодвинул в сторону и по ним уже болты вот одна из них сделаем так скажем хоп и все и ручка как бы единое целое когда на более старых моделей болты были на видном месте не знаю кому как мне как бы не мешали классные резали вот еще одна отличительная особенность уралов то что у них уже начиная с модели 72 года шла световая индикация перегрузки то есть когда закрывали воздушное отверстие или когда пылесборник сильно заполнялся вот тут вот в блоке вместе с кнопкой смотки шнура находится лампочка под этой прозрачной накладкой и случае перегрузки двигателя загоралась лампочка красиво это редко на каких-то пылесосов советские подобные было насколько помню вихрь 11 урал и если кто-то еще помнит подобные модели называйте про них тоже обзор сделаем в основном это были просто прозрачные трубки с прошенком на пружинке трубки со временем зарастали грязью пошли не было видно пыль попадала внутрь трубки он заклинивал или еще что-нибудь в общем неэффективно а тут световая сигнализация была ну да сигнализация переполненности пылесборника вот очень удобно то есть сразу обращали внимание и еще по моделям различалось что на более старых моделях пылесосов стоял лампочка накаливания я уже наверное говорил на предыдущих видео обзорах на более новых уже стояла лампочка неоновая газоразрядная она более долговечна не перегорала замена не требовала вот на пылесосе урал 1м такая функция отсутствует в принципе также как и нету кнопки смотки шнура уже отсутствует механизм но на урале 3 такая есть штучка ну вот вроде бы все сказал если что-то не дополнил забыл дополняйте рассказывайте всего хорошего до скорых встреч